Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Как-то давненько я записывал видео и разбирал одну интересную позицию из турнира. И один из зрителей указал, что в той позиции все-таки у черных есть ничья. Я проанализировал ее еще раз и понял, что она все-таки выиграна. Зритель попросил показать, как выигрывать. Ну и в итоге родилось вот это видео. А позднее выяснилось, что точно так же мог проиграть за черных чемпион мира и неоднократный чемпион России Олег Дашков. Значит, смотрите. Такая партия. CB4, DE5, BA5, FG5. Значит, у белых есть несколько хороших планов игры. Значит, GH4, ED4 и EF4. Белые избрали EF4. Черные могут побить и на C5 с интересной игрой, но Олег Дашков побил на поле E5. Разбираем партию. Это партия 2012 года. Белыми играл какой-то... Не запомнил ник. Ну, не указано, кто игрок. А черными как раз вот играл чемпион мира Олег Дашков. Значит, АЖ5, AB4, GF6, AB2. Черные занимают центр, белые его окружают. Обратите внимание, что у черных ослаблен правый фланг и перегружен левый. То есть застряла шашка H8. Вот в этой позиции черные ошиблись. Надо было играть просто АЖ7 и терпеть, что называется. Позиция, кстати, очень напоминает отказанную игру Филиппова. Кто знает, тот подтвердит. Но в этой позиции черные сыграли GF4. Это уже не точность. И белые начинают четкий охват. Fe3. Далее, АЖ7, GF2. И видите, у черных выключен левый фланг. То есть на ЖА6, БА3. И вот здесь уже так плохо, да? Так тоже плохо. Как играть? Остается играть АБ6. Тогда же АЖ4. И вот в этой позиции черные допустили решающую ошибку. Ну, естественно, нельзя ЕF4 из-за несложного удара. Fe3. БА5. Прорвались на преддамочное поле с выигрышем. Естественно, чемпионы мира так не ошибаются. Но черные сыграли в этой позиции БЦ5. И вот этот ход уже проигрывает. Как ни странно. Ход напрашивающийся. Я думаю, что 95% шашистов сделали бы именно этот ход. Но на самом деле надо было играть БА5. Здесь у черных еще есть ничья. Допустим, ФЖ3. Ну, надо подтягивать царскую шашку. ДЦ7. Белые также подтягивают свою царскую шашку. ЕД2. СБ6. ЕД4. Грозит удар. Поэтому надо меняться БЦ5. Белые меняются БЦ5. И грозит ЖФ4. С разменом вперед. Кажется, что ничей нет. На самом деле, здесь черные жертвуют шашку. И за счет своего мощного центра все-таки достигают ничей. Белые здесь победить не могут. Можете убедиться в этом самостоятельно. Но в партии Олега Дашкова все-таки случился ход БЦ5. Вот этот ход проигрывает. Играем ФЖ3. Ну и на ход ДЦ7. Получилась вот как раз та позиция, которая также у меня случилась однажды на чемпионате Пермского края. Я ее подробно анализировал. Здесь есть три хода. ЖФ4. ЕФ4. ЕД2. Только один ход ведет к победе. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за белых. Позиция довольно-таки интересная. Значит, сразу же скажу, что выигрывает ход ЕД2. Остальные ходы ведут лишь к ничей. То есть на ход ЕФ4, как было в партии Анонима с Олегом Дашковым, черные почему-то сыграли ЕД4. Ну и тут же сдались. Видимо, мисклик был или что. Но на самом деле позиция вот эта ничейная. После ЕФ4 у черных ничья. Не надо играть. СД4 это проигрывает. Здесь надо просто сыграть СБ6. С идеей связки. Если белые нападают, а лучшего хода у них нет, тогда играем СД4. Ну и здесь после разменов у черных даже преимущество. Белым надо играть ЖФ4 и постепенно достигать ничьей. То есть у них застряла шашка H2, но постепенно выстраивают колонку и достигают ничьей. То есть ход ЕФ4 не ведет к победе. Также не выигрывает ход ЖФ4. Здесь красивая идея. Я вот ее в одном из видео как раз разбирал. Но проигрывает естественно ФЕ5 из-за хода ЕД4. И черным некуда бить. Если побить сюда, ну побили 3. Даже может сюда проще побить. Ну и все. Грозит еще удар. С выигрышем. Так. ФЕ5 нельзя. Если СБ6, вот здесь все-таки ничья. У белых есть два классных хода. Во-первых, не выигрывает жертва напрашивающаяся. АСЖ5 и БА5. Здесь можете поставить видео на паузу и попытаться найти комбинацию за черным. Я ее называю пиявка. Хотя многие называют контур удар или присоска. Очень красивая идея. Вначале играем АСЖ5. Без разницы бить 2 или 1. А затем СД4. Классная штука. Ну, приходится бить в эту сторону. Так, получше. Ну и все-таки черные здесь достигают ничьей. СБ6 меняются. Допустим, БЦ7. Тут проще всего поставить дамку. Ну, так не отойдешь. Снова нападение будет. А если закрыться, тогда напасть с поля Ж3. И видите, приходится нападать с Д8. Ну и ничья неизбежна. Красивое уравнение за черных. Комбинация пиявка я называю. То есть СБ6. АСЖ5 бесполезно играть. Если играть СД4, как было в моей партии. На чемпионате Пермского края. Здесь у черных есть тоже прикольная идея. ДЕ5. И БА5. Вот именно за счет этого размена черные досягают ничьей. Здесь уже белым надо играть аккуратно. Надо отходить. Тогда черные грозят выиграть шашку. Мы этого не боимся. Играем ЕД4. Ну и на ход АБ4 единственный. Отдаем шашку. И грозим прорваться в дамки. Либо сюда, либо сюда. Черным можно форсировать ничью таким образом. Вот. Это наиболее логичный план игры за черных. Но здесь мой соперник ошибся. Он сыграл. БА5. Побили, побили. Я пошел в дамки. Черные разменялись. Я поставил дамку. Значит, черные жертвуют шашку. И грозят прорваться в дамки. Я играю СД6. И пока дамку ставить некуда. Она везде ловится. Приходится черным жертвовать шашку. И ставить дамку на поле А1. Здесь в цитноте я соперника выпустил. Я стал играть дамкой. Как-то переводить. Туда-сюда. В итоге не выиграл. Партия закончилась в ничьей. Но в своем видео я разбирал, что выигрывает ход ЕД2. Ну, допустим, черные бегают по большой дороге. Здесь надо меняться. И бить не шашкой. Это будет ничья. А именно дамкой. До упора. То есть, какая идея грозит? Ну, допустим, черные играют на Б2. Играем А с Ж1. То есть, грозим поймать в петлю, если черные стоят на полях А1 или Б2. Если черные уходят, допустим, вверх на полях Ф6, Ж7 или Х8, тогда ловим таким образом. И оппозиция в пользу белых. Вот такая прикольная идея. На этом я анализ закончил. Но один из затошных зрителей указал на такую интересную возможность. А что, если черные сыграют дамкой на С1? Теперь понятно, что дамкой бесполезно отходить, потому что черные будут повторять позицию. Поэтому надо сделать ход с шашкой. Такой ход находится. А с Ж5. Когда черные играют, угрозит. ЕФ4, поимка дамки, поэтому надо отходить с АБ2. Когда играем ЕФ4. Черные, допустим, уходят на А1. Играем ДЕ3. Грозит угроза поимки дамки черных. Поэтому черным надо играть ФЖ7. Но ФЖ7 играть плохо. Там дамка рано или поздно ловится. ФЖ7. Лучший ход. Белые нападают. Черные отходят. Но вот здесь, если бы ход черных был, они быстро проигрывали. Но здесь ход белых. Кстати, друзья. Эта позиция была проанализирована гроссмейстером Максимом Федоровым. Из Нижнего Новгорода. Известный гроссмейстер. Чемпион России по заочной игре. Автор энциклопедии Эншпиля. Вот здесь он указывал, что даже гроссмейстер Цирик, который славился своим пониманием Эншпиля, он считал, что это позиция ничейная. Допустим, ЖФ2, ФЖ5. И белые вроде бы как победить не могут. То есть на ход на нападение с Х4, черные играют дамкой на Ф6, закрываются. И белым просто некуда ходить. Везде ничья. Но на самом деле здесь выигрыш. То есть в этой позиции после хода ФЖ5 Максим Федоров нашел красивый выигрыш. Надо сыграть дамкой на Е1. Именно этот ход выигрывает. То есть мы хотим зайти с тыла и напасть с поля... Вернее, вот таким образом. Напасть с поля Е7, загнать черных на А4 и постепенно победить. Ну, например, АБ2. Вот здесь точно играть на Б4 надо. А если сыграть дамкой на А5, то снова ничья. Допустим, черные ждут. И при нападении просто закрываются дамкой. И у белых нет темпа, чтобы как-то подождать. В итоге это ничья. То есть правильно в этой позиции играть только на Б4. Вот теперь черные проигрывают. Тут есть два варианта. Сыграть на поле Ф6 и сыграть на поле А3. Если черные играют на Ф6, тогда ждем. Ну, черным, допустим, надо играть на Д8. Грозит, потому что нападение. Они не дают нападение. Тогда играем АЖ7. Черные отходят, ставят дамку. Черные вроде бы отъедают шашку Е3. Но здесь белые быстро побеждают. Из-за известной идеи. Играем на Е7. Приходится бить до конца. Иначе грозил такой ход. Трамплин, да? Тогда играем Е6. Снова нельзя срединные поля занимать. Потому что здесь уже такой трамплин. Так и выиграли. Поэтому приходится играть дамкой на А7 до конца. Просто ждем. Снова нельзя играть на срединные поля из-за трамплина. Приходится играть на Ж1. Тогда Б7. И черным остается только сдаться. Вот это, друзья, идея гроссмейстера Максима Федорова. Он нашел ее в 1991 году. Позиция имеет большое значение. Так как иногда встречается в практической игре. Так, вторая идея какая здесь. Если черные не играют на Ф6. Да, мы этот вариант рассмотрели. А играют, допустим, на А3. Тогда отходим до конца. Черные играют АБ2. Вот здесь мы нападаем. Как раз вот делаем то, что мы хотели. Нам надо загнать шашку А4 в дамки. Ну, допустим, черные отходят. И вот здесь переводим дамку на поле Ж1 и побеждаем. Ну, тут есть два варианта. Если черные, допустим, играют на А1, тогда легкий выигрыш. Допустим, черные бегают. Мы строимся. Ну, и здесь понятно, что белые побеждают. То есть на любой ход мы просто отдаем шашку. Затем еще две. И выигрываем. Это понятно. То есть черные должны как-то своей дамкой напасть на шашки либо Е3, либо Ф4. Поэтому вот в этой позиции им проще всего, вернее, лучше всего напасть с поля А3. Тогда белые занимают большую дорогу. Черные, если нападают с поля Д6. Ну, отсюда нельзя нападать. Просто дамка ловится. Если нападают с поля Д6, здесь тоже простой выигрыш. Размениваем шашку А4. Бьем до конца. Ну, и здесь ничей нет. Допустим, ДЦ5 отходим. Е4 отходим. Еще раз нападают черные. Отходим. Ну, и на такой ход поведем вторую дамку. А если сюда, то переводим дамку на Д8. Ну, и на любой ход проводим все три шашки дамки. Строим треугольник Петрова и побеждаем. Вот такой интересный выигрыш. Далеко не очевидный. То есть, видите, даже красмейстер Зиновий Цирик утверждал, что тут ничья. Но на самом деле убил их выигрыш. Так, ответил зрителю на его вопрос. Ну, и все-таки вернемся к этой позиции. А как же все-таки надо было побеждать? То есть, ход же Ф4 мы отметили. Он все-таки ничья у черных была. А побеждать надо было в этой позиции после хода ЕД2. Теперь у черных есть два плана игры. Если я не игра от ФЖ7, тогда меняемся вперед. Ну, и на единственный ход ФЕ5 проводим несложную комбинацию. Можете поставить видео на паузу. Попытаться ее найти. Несложная, но симпатичная вещь. АЖ5. То есть, поставили так называемый роздых. Черные обязаны следующим ходом бить шашку Ж5. Нападаем. Ну, и легко выигрываем. Так, если в этой позиции черные не игра от ФЖ7, допустим, игра от ЦБ6. Здесь выигрыш не такой очевидный, но тоже красивый. Нападаем с поля А5. Надо меняться. И вот здесь надо меняться только ЕФ4. Только ЖФ4. Напрашиваешься ход, ЕФ4 ведет лишь ключей. Надо меняться вот таким образом. То есть, видите, у черных застряла шашка Ж7. Тут у черных есть два хода. ЕД6 и БЦ7. После ЕД6 выигрывает несложный ударчик. АБ4, ФЖ5. Красиво побеждаем. После хода БЦ7 можно победить тоже красиво. Выигрывает и ЦД4, и ЦБ4. ЦБ4 все-таки красивее. То есть, на такой ход следует удар, и мы выигрываем. А на ЕД6 небольшая комбинация. То есть, играем АЖ5, затем АЕ5. И вот здесь важно побить именно на поле Ж5. Не надо бить на Ф8, надо побить на Ж5. То есть, мы, видите, не даем черным побить вперед. Потому что мы прорываемся в дамки и легко выигрываем. Поэтому черным в этой позиции приходится бить назад. А тут мы уже бьем в дамки. И выигрываем. Друзья, если вам понравилось данное видео, не забывайте поддержать мое творчество Лукасом и подпиской. До свидания. И давайте воевать только на шахматной и шашечной досках.